Всем привет, дорогие друзья! Я наконец-то вышла на связь. А всё почему? Потому что наконец-то мне одобрили заявку на монетизацию моего YouTube-канала. Боже! Прошлое видео, кто смотрел, вы знаете, что я немножко охладела к YouTube, потому что мне просто не было одобрения моей заявки уже более месяца. Ну, ещё тут дожди шли, конечно. Но вот это меня немножко ковыряло и как-то было неприятно. И, конечно же, когда пару дней назад, позавчера, по-моему, это было, мне пришло, я случайно просто, я уже несколько дней не заходила даже вообще на YouTube, я ездила в поездку. Об этом есть, кстати, материалы я снимала, может быть, я выложу, смонтирую. И, в общем-то, я просто зашла посмотреть по привычке в аналитику свою и по привычке зашла на монетизацию, потому что я чуть ли не каждый день нажимала на монетизацию. И там было три пункта, первые два у меня выполнено, а третье – дождитесь рассмотрения вашей заявки. И меня это просто! И тут я, ну, по привычке захожу, просто машинально нажимаю, ожидаю увидеть всё то же самое, как было. И тут я смотрю, что там, совсем какая-то другая картина, просто всё по-новому, вот этого ничего нет. И оказалось, я пошла проверила письмо, мне пришло письмо о том, что я получила монетизацию, и, боже, это такая радость была. Так вот, и что я сделала для того, я хочу с вами поделиться, кому-то принести пользу, как мне принесли некоторые видео пользу. Что я сделала для того, чтобы ускорить, как я считаю, я реально ускорила этот процесс, чтобы одобрили мою заявку на монетизацию. Дело в том, что когда уже прошло недели примерно три, даже, может быть, с лишним, я просто думаю, ну, как так? Ну, как возможно, что так долго вообще нет одобрения моей заявки на монетизацию? Казалось бы, всё нормально с моим каналом, я там, ну, не наглею, ничего такого нет, я там, в основном, свой контент снимаю и так далее. И я так и думаю, пойду я вообще проверю вообще, что об этом говорится в Ютубе. Я просто зашла в Ютуб и поискала, как ускорить рассмотрение заявки на монетизацию, прям такой запрос задала. И я там пересмотрела разные видео, и в одном из видео там было, что человек говорил, что три месяца ему вообще не было одобрения, а потом вообще отказ пришёл. И часто причина отказа – это то, что канал с нарушениями, что человек не следует правилам Ютуба, да, сообщества. И поэтому я такая думаю, так, это так не дело, надо проверить, что у меня там. Я в основном, в принципе, всё делала отлично, правильно, но, конечно, у меня были видео с нарушениями, и в основном это из-за музыки. Хоть я музыку брала из специального паблика в ВК, где музыка без авторских прав, но, видимо, иногда что-то проскакивало, ну, вот так вот бывает. Поэтому я, когда это заметила, я стала брать музыку из фонотеки, из творческой студии. Возможно, я, так как я расширяю канал, да, буду им заниматься всё больше и больше, и иду к миллиону, конечно, я куплю платную подписку, где буду брать классную музыку, в общем-то, за эту подписку. Но пока что я теперь пользуюсь фонотекой, и, в общем, у меня есть видео, были, видео, где было нарушение из-за музыки. И там было сказано, что, в принципе, просто монетизировать эти видео не удастся, но, по сути, можно их было оставлять. Но я решила их тоже удалить. И было одно нарушение, прям более серьёзное, где я загрузила себе с доступом по ссылке, просто для себя и чтобы делиться с другими людьми. И видео, где показан всемирный фестиваль культур мира. Он шёл три дня, и там было 3 миллиона 750 тысяч человек, и я на этом фестивале, представьте, выступала на сцене, как семь футбольных полей, огромная сцена, очень много людей. Я с йога-танцем выступала. Это очень красиво, это воспоминания на всю жизнь. Вот, это было в 2016 году, в марте, с 11 по 13. Можно загуглить World Culture Festival 11-13 марта 2016 года. Кому интересно. В общем, я это видео загрузила, чтобы иногда показывать своим людям, когда я курсы провожу, к примеру, чтобы люди могли посмотреть, да, то есть, как, что. И, в общем-то, я его загрузила, и мне пришло прям сильное нарушение. Не только что монетизация, а прям там какое-то сильно было, да, что вот там, вы не имеете права, то есть, вот, и я его даже удалила, а нарушение у меня осталось. И, в общем, я почистила весь свой канал, у меня было где-то 10 примерно видео с разными нарушениями, в основном по музыке. Всё почистила, и, в общем-то, начала ждать дальше, думаю, буду ждать. Каждый день заходила в аналитику, нажимала монетизацию, но ничего не происходило. И вот спустя неделю я ещё решила посмотреть, какие у кого причины, зашла, и где-то у какого-то блогера, не вспомню, к сожалению, у кого, я увидела, что этот человек заполнял в Google AdSense данные своего адреса, чтобы очень точно пришло письмо для подтверждения, чтобы активацию сделать. Вот, и я такая задумалась, а я вообще вводила там свой адрес? Если вводила, то какой? Тот, который я жила раньше в Туапсе, часто я живу в Сочи, и в Туапсе тот дом уже сгорел. Ну, канал-то я заводила в 2013 году, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и это, ну, просто уже очень много лет, я даже забыла, я тогда настраивала Google AdSense. Раньше, представьте, не нужно было тысячу подписчиков и 4000 часов просмотров за год. Вот, раньше просто можно было сразу оформить монетизацию, я оформила. У меня даже 3 цента, ну, в отчетах все еще они, ну, висели эти 3 цента, я заработала тогда давно, а потом они сделали как раз вот такое условие. И, в общем-то, то есть у меня был Google AdSense аккаунт сделан и вместе с YouTube соединен. То есть мне это не пришлось в этот раз делать, когда я подавала заявку, это уже у меня было. Но именно поэтому я даже не заглянула, получается, в Google AdSense, и благодаря тому видео, где там заполняли вот этот адрес правильный, да, уточняли и так далее, я решила посмотреть, а что у меня там за адрес. Я зашла, а там у меня не только адреса почему-то нигде нет, вообще данных толком. Ну, мои есть данные, но адреса нет. Но еще была такая плашка наверху экрана о том, что срочно подайте до какого-то апреля данные для налоговых вычетов, ваши персональные данные, иначе там что-то там. Ну, короче, типа вы не будете получать монетизацию или что-то в этом роде. Я уже не помню, как это точно видела плашка. Если я сделала тогда скрини, не помню, это было полторы недели назад где-то, может, неделю, наверное, неделю. Если я сделала, я его прикреплю. В общем, и там вот эта вот висела плашка, я думаю, так, надо изучить этот вопрос, и пошла смотреть видео, как это все правильно заполнять, потому что я сначала сама начала, но там столкнулась со сложностями, с трудностями. Мне было непонятно там в некоторых моментах, то есть там есть такое, что как уменьшить налог на видео, которое просматривается с американцами, то есть американской аудиторией. То есть там как-то повышенный какой-то налог удвоенный, чтобы его не платить, нужно было там ввести всякие... Ну, короче, я уточнила все это. В общем, всегда мне помогает YouTube. Если я что-то хочу узнать, и каждому это рекомендую, просто в YouTube задаю поиск, смотрю людей, которые в этом разобрались, этот вопрос изучали, поделились, как я сейчас с вами делюсь, да, и это очень помогает. Я поэтому решила записать, может, кому-то это поможет. В общем, я все это заполнила, все эти данные. И, получается, я внесла свой адрес, который сейчас проживаю, потому что письмо, которое придет с активации, с кодом, чтобы я могла деньги, не только они там сейчас мне начисляются, но чтобы эти деньги я могла еще снимать, насколько я знаю, раз в месяц можно, да, когда 100 долларов уже насобирается. И чтобы я могла их еще снять, нужно вот это письмо подтвердить, мой адрес. Кстати, насчет денег, это очень прикольно, но я зашла вчера на канал, вчера еще не отображались никакие деньги, потому что там задержка на один день. И вот сегодня утром я проснулась, и первым делом, что я, думаете, сделала? Я включила телефон, интернет, и пошла в творческую студию, у меня приложение прямо установлено, и заглянуть, сколько мне там же начислено. Я захожу и смотрю, у меня 2 доллара 16 центов. Боже, это так умилительно, это так приятно, не могу передать словами. Я так этого хотела, так этого ждала. Ну, прям это была одна из таких, ну, как мечта, что-то в этом роде. И знаете, вот, может неприлично звучит, нескромно, но я сейчас зарабатываю в день столько, сколько люди зарабатывают часто в месяц на работах на своих. И, по сути, для меня эти, там, 2 доллара в день, ну, это совсем, ну, такая капелюшка, это, ну, вообще ни в какие рамки, но это для меня так ценно, так приятно. Это то, что я могу заниматься, чем я люблю, то, что я люблю записывать видео, что-то какую-то пользу нести, делиться позитивом, что-то, вот, ну, для вас, да, и из-за этого еще YouTube начисляет там небольшие какие-то деньги. Это очень приятно, такой пассивный доход дополнительный. Ну, просто это очень приятно и интересно. Это такое достижение для меня, очень ценное, к чему я много лет стремилась. Ну, вернее, раньше я не особо стремилась. Я с 2020 года взялась уже конкретно. Вот, поэтому за день 2 доллара 16 центов, ну, мелочь, но приятно. Так вот, и получается, что я, когда все это заполнила, прошло буквально неделя, я вот сейчас вернулась с поездки, и позавчера я просто зашла, захожу, и мне одобрили монетизацию. Я почему-то уверена, что это связано с тем, как раз-таки, что я убрала все те видео, которые с нарушениями. Поэтому, если у вас есть такие видео, удалите. Ну, если вы тоже ждете, если ты ждешь давно подтверждение заявки на монетизацию, прошло там 2-3 недели, там, может, даже больше, ну, сделай это. Просто прочисть свой канал, убери все видео, которые с жалобами полностью. Оставь только те, которые чистые. Вот, и, конечно же, нужно зайти в Google Adsense. Может быть, ты так же, как и я, когда-то давно его настроил, и 100 лет не заходил, вот зайди, посмотри все, что там есть, настрой налоговые вот эти вот все отчисления, чтобы все там правильно шло. И это, я вот прям уверена, что это повлияло на то, что вот, и у тебя так же произойдет. Я надеюсь, что это видео было полезным. От всей души я прям поделилась и радостью, и, самое главное, полезными вещами. То, что действительно, считаю, мне ускорило вот рассмотрение заявки, и ее одобрили. Все, я теперь дальше лечу к своему миллиону подписчиков, хочу делиться и дальше с вами. Сейчас я снимаю это видео на новенькую камеру Sony AS300. Только представьте, я думала, что я заработаю на нее, когда у меня будет 30 тысяч подписчиков, потому что я откладываю по тысяче, с каждой тысячи подписчиков по тысяче рублей. Но я позволила себе и купила ее раньше, потому что сейчас зарабатываю хорошо. Кому интересно про заработок, посмотрите мои предыдущие видео про АИ-маркетинг. Это очень круто, и это все легально, очень классно. Так вот, и я собираюсь свой канал развивать, здесь будет очень много интересного, поэтому подписывайтесь на мой канал, будем вместе идти к миллиону, будете говорить, что я с ней еще там, когда у нее было 2,5 тысячи подписчиков, сейчас у меня примерно так, и я с ней там, я old типа и так далее. Здесь будет много всего, я буду стремиться, буду стараться, буду развивать все качества. Пишите мне, что можно улучшить, и напишите, полезно ли было вот такое вот знание.